Азбестовцев поздравили с предстоящим праздником. В канун Дня Победы во Дворце культуры имени Горького прошел праздничный концерт. Праздничная программа, подготовленная для жителей города, началась торжественно. Сводный хор детской музыкальной школы Азбестовского колледжа искусств исполнил гимн Российской Федерации. Зал слушал стоя. Глава города Андрей Халзаков сказал слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и поздравил горожан с годовщиной Великой Победы. Великая Победа, она ведь и наша с вами сегодняшняя победа. Потому что мы это помним, мы это знаем. И также рождается в нас уверенность, что не дай бог наступят такие времена и возьмут наши сыновья, да и мы сами еще способны взять руки автоматы, оружие. Будем защищать свой Урал, свою Родину, Россию. Поэтому с праздником Азбестовцев. Также в адрес горожан прозвучали поздравления от заместителя гендиректора городообразующего предприятия Урал-Азбест Валерия Юстуса. Я уверен, что 9 мая у нас на улицах Азбеста, на улицах Свердловской области России будут миллионы, потому что это праздник, это память наших родителей, наших дедушек, старшего поколения. Но это еще и возможность нам всем объединиться. И не просто сохранить эту память, но и дальше делать нашу страну прекрасной, развивающейся. Другого пути нет. День Победы – особый праздник, когда радость от победы над врагом смешивается с болью от потери близких. За победу пришлось заплатить высокую цену. Война отнимала жизни, не жалея ни детей, ни взрослых. Этой трагической странице в истории нашей страны было посвящено выступление городских артистов. Мистер Шмидт, черный крест, поспорил над детским садом. На войне, как на войне, попаданиями за штырки. С музыкальными номерами перекликались работы юных художников. Ученики детской художественной школы приняли участие в выставке «Война и мир», которая разместилась перед входом в концертный зал Дворца культуры. Запечатленные детьми сцены напоминали о том, какой близкой и страшной может быть война, и как важно не дать этим событиям повториться. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.